Сегодня будет первое видео по задачам с параметром. Это очень красивые и интересные задачки, особенно если мы их решаем графически. Вот первый пример. Найдите все значения параметра А, при каждом из которых безобидное уравнение, которое вы видите на экранах, имеет ровно два корня. Даже если вы никогда не решали таких задач, стоит перечитать условия как следует подумать. Как минимум кликните на паузу и попробуйте построить график функции, который находится в левой части уравнения. Затем, вне зависимости от успехов, возвращайтесь к просмотру, и я объясню все, что нужно. Итак, поехали. Начнем как раз с построения графика функции, которая у нас находилась в левой части уравнения. Строить его можно по-разному, но я бы предпочел, чтобы вы вспомнили тему преобразования графика функции. Скоро это будет ваша любимая тема, потому что если мы решаем задачу графически, то, конечно, нужно уметь хорошо строить графики. Начнем с функции y равен x квадрат. Графиком такой функции является всем знакомая парабола, симметрично относительно оси ординат. Дальше продвинемся до функции x-3 и все в квадрате. График этой функции можно получить, если каждую точку предыдущей параболы сместить на 3 единицы вправо. Дальше вспомним, что делает минус перед функцией. Он симметрично относительно оси абсцисс отражает все точки параболы, и ветви теперь ее направлены вниз. Надеюсь, вы догадываетесь, что наша конечная цель – это добраться до функции f от x. И поэтому к предыдущей функции мы добавим четверку. Проверьте с помощью таблички значений. Такое преобразование сместит каждую точку параболы на 4 единицы вверх. Последнее преобразование – это модуль. Модуль, пожалуй, самая добрая функция в математике. Положительное значение и нули она оставляет в покое, а отрицательное значение делает положительными. Красота! Итак, положительное значение мы не меняем, а отрицательное значение отражаем симметрично относительно оси абсцисс вверх. Этот последний штрих позволяет получить нам заветный график функции f от x. Мы это сделали в 5 шагов. И сейчас дело осталось за малым. Нужно вспомнить, что в правой части уравнения тоже была функция. Если вам не очень понятно, как выглядит ее график, возьмите вместо а конкретные значения, и вы убедитесь. Это горизонтальная прямая. Точнее, множество горизонтальных прямых. И я среди них выбрал те, которые пересекаются с графиком f от x ровно в двух точках. И именно так и получается ответ. Либо а равен нулю, либо а принадлежит промежутку от 4 до плюс бесконечности. Готово!